Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Санджей, и перед роликом не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, распространяйте это видео, давайте тут наберем максимальное количество лайков. Сегодня у нас ролик про обновление 0.14.0 в стенд оф 2, но сегодня я вам расскажу и покажу много чего интересного, а сейчас будут итоги на 3 ножа, а также на АКР Драгон в стенд оф 2. Вот победители, пишите в группу Сандизайн, чтобы забрать приз, ссылочка в описании. Теперь я хочу с вами поговорить по поводу конкурсов, дело в том, что я сейчас собираю на новое оборудование, если вы хотите мне помочь или хотите видеть более качественные видео, то ссылочка на донат в описании. Все, кто помогут мне собрать на новое оборудование, попадут в ролик, заранее спасибо. Следующий конкурс будет на 50 тысяч подписчиков, поэтому подписывайтесь и ставьте лайк, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить конкурс. Кстати, как только я соберу на новое оборудование, я думаю делать почаще стримы на канале, так что вы можете мне с этим помочь. А теперь мы переходим к самому видео. Не забывайте также писать в комментариях, что вы думаете по поводу обновления 0.14.0. Мне будет очень интересно прочитать. А также напишите, что бы вы хотели в этом обновлении. С вас лайк, подписка, а мы погнали. Хочешь себе крутые скины, то тогда Лаки Стэнд может тебе с этим помочь. На данном сайте действительно очень крутой дроп, а также по промокоду САНДЖИЙ ты получаешь крутой бонус. А еще здесь есть бесплатные кейсы. Ссылочка на сайт в описании. Забирай скины своей мечты. Думаю вы знаете то, что вышло обновление 0.13.5. Там добавили новый режим и изменили карту Зона 9. Но еще остался первый сезон. Мне кажется, что второй сезон будет уже в обновлении 0.14.0. То есть будут новые задания во втором сезоне. А также ножку Knife Stand Off 2 выйдет уже на рынок. И во втором сезоне игры в батл пассе будут те самые тычковые ножи. Они выглядят очень круто и было бы интересно их увидеть в Stand Off 2. И после того, как они выйдут на рынок, они будут стоить около 2000 голды. Это когда закончится уже второй сезон Stand Off 2 и будет третий. Но это еще не все. Также не забываем про самое главное. Это голосовой чат. Тут 50 на 50. Может быть его добавят, а может нет. Также не забываем про самое главное. То, что мы сможем мудить тиммейтов. С голосовым чатом конечно будет сложнее тем игрокам, у кого слабые телефоны. Но мне кажется, что его возможно добавят. Как думаете вы? Пишите в комментариях. Но есть минус. Это бомбящие школьники, которые будут мешать играть. А следующее это новый режим и новая карта. Это конечно же мое предположение. Я не уверен, что это будет в Stand Off. Это режим Battle Royale, как в PUBG. То есть вы будете выживать на острове с другими игроками. А также находить разные предметы. Я-то знаю, что этого режима в Stand Off 2 не будет. Но я хотел бы, чтобы этот режим был в Stand Off 2. Режим просто очень крутой и мне он очень нравится. Но тогда Stand Off 2 будет весить очень много. Пусть точно больше гигабайта. Конечно этого режима никогда не будет. Но мне было бы интересно, если бы она была в игре. И да, сейчас у вас на экране концепт. Выглядит это конечно не очень качественно. Но получилось не так плохо. Выглядит это очень интересно. Особенно если этот режим добавит в Stand Off 2. Напишите в комментариях, хотели бы вы этот режим в игре. Мне будет очень интересно прочитать. Да, кстати это PUBG Mobile. И это если что концепт, который я сделал. Пишите, что вы думаете по поводу этого режима в Stand Off 2. А также напишите, какие режимы вы бы хотели видеть в игре. А давайте мы еще посмотрим один концепт от Den Den Channel. Ссылочку на него я оставлю в описании. Он делал этот очень крутой концепт. И просто посмотрите. Тут мы видим новый интерфейс. А также новые скины на перчатки. Которые собирались добавлять давно. Тут мы видим новый интерфейс. А также скины на перчатки. Которые собирались добавлять давно. Вроде бы. И больше всего мне понравилась эта анимация перчаток. Которая есть в CS GO. Выглядит это очень круто. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Потому что это выглядит очень круто. И мне очень интересно узнать. Хотели бы вы это в Stand Off 2. Кстати, вот еще концепт от Den Den Channel. И тут мы видим тычковые ножи на рынке. И вот, кстати, еще концепт. И мы видим тычковые ножи уже в игре. Конечно, выглядит это не очень. Но все же сделано очень круто. И автор постарался. А теперь концепт, опять же, который мне понравился больше всего. Это опять же от того же автора. Посмотрите на интерфейс. И новые кейсы. И граффити. Честно. Очень хотел бы это увидеть в Stand Off. И вот, кстати, новый кейс, где есть граффити. То есть, здесь у нас граффити кейс. То есть, мы открываем кейс, и нам может выпасть любое граффити. Итак, тут мы видим, что можно нарисовать граффити на стене. Но данное граффити в игре, думаю, можно будет купить на рынке за дешевую цену. Вообще, граффити еще нету в планах, но мне кажется, что было бы прикольно, если бы его добавили как в кейс 1.6. Потому что в кейс 1.6 было граффити, и очень круто было бы это увидеть в Stand Off 2. Но это еще не все. Я на 100% уверен, что с выходом нового сезона будут новые карты. И в этих заданиях нужно будет выполнять миссии на этих новых картах. Я не знаю, какие они будут, но разработчики сами говорили о том, что изменят и добавят карты. Я очень жду эти карты, потому что карт в Stand Off 2 очень мало. И было бы прикольно, если бы добавили побольше интересных карт во втором сезоне игры. А что думаете вы? Хотели бы вы новые карты в Stand Off 2? Пишите в комментариях. Мне кажется, что все-таки они будут именно во втором сезоне игры, когда уже будут новые миссии. Далее это автоподбор. Давайте объясню подробнее. Итак, представим, что за кт играют 5 человек, а за т 3 человека. Автоподбор рандомно, это важно, и распределяет игроков по разным командам. Напишите в комментариях, хотели бы вы автоподбор в Stand Off 2. Если кратко говорить, то автоподбор перемещает рандомного игрока из одной команды в другое, в случае недостатка игрока в другой команде. Я надеюсь, что я понятно объяснил. Данная фишка есть во многих играх, и Stand Off это точно понадобится. К примеру, если много человек выходит с команды в матчмейкинге, то автоподбор переместит игроков по командам так, чтобы было равно. А теперь самое главное, это мастерская. Вот ее добавят точно, потому что это есть в официальной группе Stand Off 2. Было бы интересно поиграть на картах, которые сделали игроки, но осуществить это будет сложно. Возможно, мастерскую добавят в обновлении 0.14.0. И если ее добавят, то я попробую сделать свою карту. Пишите в комментариях, как бы вы ее назвали. А также, как вы думаете, что добавят в обновлении 0.14.0? Мне кажется, все, что я перечислил, могут добавить, а также могут не добавить. Особенно режим Battle Royale. Ссылочку на автора концептов, которые вы видели сегодня, в описании. Думаю, что обновление 0.14.0 будет глобальным. Думаю, что обновление 0.14.0 будет глобальным. И вы знаете, что обновление всегда выходит либо вечером, либо ночью. К примеру, обновление 0.13.5, которое вышло несколько дней назад, тоже вышло вечером. И, возможно, обновление 0.14.0 тоже выйдет вечером. Кстати, если вы хотите, чтобы в следующем видео я вам рассказал, как заработать голды в обновлении 0.14.0, то ставьте лайк и пишите в комментариях, хотите ли вы эту рубрику или нет. И главное, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Давайте наберем 3000 лайков, и видео выйдет раньше. А также, советую подписаться на канал Сничи. На его канале выходят мувики по Stand Off 2. Ссылочку на него я оставлю в описании, и обязательно подписывайтесь. А также, вы можете помочь мне с оборудованием, если вы хотите, чтобы ролики были качественнее, то ссылочка на донат в описании. Заранее спасибо. Следующее это трейды. Думаю, вы это очень ждете. Да, и я тоже жду трейды. Ее ждет все комьюнити Stand Off 2. Ведь это очень удобно. С помощью трейдов можно передавать голду и скины. Но ее могут и не добавить. Ведь трейдеры получат с этого выгоду. А обычные игроки обеднеют в игре. Трейды хотели добавить еще в 2019 году. Возможно, в обновлении 0.14.0 трейды добавят. Но почему же нету трейдов, спросите вы? Трейдов нету из-за того, что много китков в игре. Из-за этого экономика игры сильно упадет. Именно из-за этого трейдов нету в игре. Я же думаю, что все-таки надо добавить трейды в Stand Off 2. А как вы думаете, стоит ли разработчикам добавлять трейды? Пишите в комментариях. С помощью трейдов будет очень легко также передавать скины. Я же очень жду трейды в игре. А что думаете вы? Пишите в комментариях. Потому что трейды очень важная штука. И без нее будет сложно передавать голду. Теперь я вам покажу мой еще один концепт, который выглядит очень круто. Тут мы видим новые руки, а также новое небо, которое я поставил. Выглядит это круто. Конечно, это сделано чутка некачественно. Но мне это очень нравится. Было бы круто, если можно было менять погоду в Stand Off 2. Мне очень понравился этот концепт. Особенно небо, которое я поставил, выглядит очень круто. Для мувимейкеров можно было сделать такую функцию смена погоды или неба. Особенно круто выглядит это с другими руками. То есть, чтобы еще можно было убирать перчатки или добавлять свои перчатки. То есть, покупать на рынке. Конечно, это концепт. Но было бы круто это увидеть в игре. Потому что нету скинов на перчатки. Хотя это собирались добавлять давно. И все это очень ждут. Напишите в комментариях, ждете ли вы скину на перчатки. Лично я очень жду. Ну, это прибавит, так сказать, интерес к игре. А теперь самое главное, это оффлайн режим. Представим, вы находитесь в том месте, где нет интернета. И вы хотите поиграть в Stand Off 2. Так вот, в оффлайн режиме можно будет играть так же, но с ботами. Для этого нужна новая структура сервера. А также, чтобы взаимодействовать с ботами, нужны голосовые команды. Как по мне, оффлайн режим стоит добавить в Stand Off 2, если вы в метро там или в школе, и у вас нет интернета. Также было бы круто, если можно было играть в оффлайн режим вместе с друзьями, то есть с помощью мобильной точки доступа. Представим, вы находитесь в школе, и у вас нет интернета. И вы хотите поиграть с друзьями в Stand Off 2 в оффлайн режиме. То есть делиться с мобильным интернетом, даже если его нету. И таким образом, вы сможете поиграть в оффлайн режим с друзьями в Stand Off 2. Конечно, реализовать это будет сложно. Данная фишка есть в игре Special Forces Group 2 и в других играх. Кстати, пишите в комментариях, хотели бы вы оффлайн режим в стенд оф 2. То есть, чтобы можно было играть в неё без интернета. Я бы очень хотел, чтобы можно было играть также в стенд оф 2 без интернета. Распространяйте это видео, делитесь этим видео со своими друзьями. Также не забывайте подписываться на канал, ведь у меня есть цель 50 тысяч подписчиков. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать интересные ролики. А также давайте наберём под этим роликом 3000 лайков, чтобы новое видео вышло быстрее. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok